привет друзья это михаил веган сейчас мы идем на встречу с одним человеком он находится вот там сзади меня пока еще не видит пока еще спиной ко мне стоит я его честно не знаю будем знакомиться вместе этот человек приехал из пятигорска он веган и спортсмен привет ну вот увидел идет сюда я уже начинаю снимать привет очень приятно познакомиться приятно евгений привет мы сейчас будем гулять знакомиться и общаться там дальше получится пойдем пока так вот ты женат конечно давно сколько лет уже десятый год а жена как относится к веганству как она сама положительно но она сама не веган она она мне готовит кстати очень вкусно готовит она конечно не супер повар но при этом старается очень сильно и достаточно вкусно все делать она поддерживает меня полностью в веганстве но ей тяжело то ли морально то ли физически в принципе это не я не могу судить потому что каждого человека по-своему это я уверен что она когда-то придет к веганству но не сейчас здравствуйте ручка как дела отлично мам познакомься это евгений о отлично во время желания загадывать будешь я ну давай ладно загадали чтобы побольше было и давай влезть когда тогда уж чтобы побольше было веганов евгений вообще по всему миру михаил удачи пока подписчики вместе новый год отмечали до знаменитость но ты знаешь что один веган на 6 миллионов человек пить и попадется это удача расскажи как ты дошел до того что решил что-либо делать социально значимое ну или для себя вообще-то еще на youtube полез чё вдруг вот ну по мне жил бы так допустим жил бы себя пятигорске был бы веган занимался бы спортом ничего бы не делал бы там сразу всего в комментариях на тех кто делает что-то можно было так я не из тех людей которые любят срать особенно в комментариях я люблю действовать и основа моей позиции до такого особенно веганстве я стараюсь на собственном опыте показывать людям что это не просто возможно так жить так жить можно еще и быть оставаться счастливым человеком но скажи не напряжена не напряжена живешь себе живешь еще и даже лучше чем на традиционном питании согласен а как тебе ну вот социальная адаптация вот как сильно изменилась твоя жизнь после того как ты решил стать веганом смотри близкие изначально конечно были против очень штыки восприняли все прям насколько жестко знаешь кавказ это все-таки мясной регион я поэтому и спрашиваю как это могло проявляться было очень серьезно некоторые люди даже отказались со мной общаться даже что представляешь посчитали что у человека с головой что-то не так вот в принципе дальше все происходило следующим образом люди стали адаптироваться понимать что я положительную сторону стал меняться и физически и внешне и духовно но ты то есть конфликта никак не подпитывал то есть не стал я не стал спорить на эту тему потому что я считал что со временем придет тот момент когда люди увидят во мне изменения и станут на мой путь то есть не словом отделом жарила вам отделом и сейчас я точно знаю что есть люди которые тайком занимаются веганством иногда так сбоку приходят спрашивают какие-то советы я понимаю что люди которые конкретно прям приходят за ним спрашивают вопросы конкретные я что-то советую и по спорту и по питанию вот таким образом происходимый переход сколько тебе лет скажи 35 лет 35 лет собственно для мужчины который средне статистического мужчины россии который половину жизни прожил уже могли в голове устаканиться знаешь вот такое стремление к спокойствию постоянству есть жена вроде чего надо зачем мне эти конфликты и буду есть мясо с друзьями там пивко шашлыки зачем вот это вот противоборство с с обществом зачем это идти нет люди же люди все равно меняется а люди меняются я заметил эту тенденцию повсеместно это происходит не только у нас стране это по всему миру у нас стране меня вообще удивило то что люди стали заниматься здоровым образом питания жизни это очень интересно тенденция это развивается действительно так и есть я решил не терять время тоже палочка-выручалочка давай вопрос лишь ну тебе такой вопрос что сподвигло тебя на веганство перейти изначально мне было интересно насколько далеко я могу зайти как те рассказывал сначала была сигарета алкоголь мясо дальше дальше больше дальше в общем я жил один год я отказался только от мяса то есть вот все там свинины говядины курицы ну какого бы там не было но при этом продолжал есть рыбу кальмары очень много употреблял в общем очень много морепродуктов рыбы и так далее молочку ел яйца продолжалась только от мяса отказался но где-то через полгода вот когда начал интересоваться этой темой вообще изменение жизни своей начал понимать что я как бы живу по двойным стандартом для себя почему вот я одних как бы превозношу то что их я не буду есть там убивать а на других как бы мне ну насрать ладно я то что это рыба что этот кальмар там осьминог там я ну то есть я их буду есть опять же яйца эти куриные вообще из я просто изначально себя знаешь как бы подстегивал напитывал вот и знаешь есть такие жесткие видео которые ходят о том как производят эти яйца вот вот я напитывался ими да знаешь до образования такого сгустка такой как бы не знаю ярость благородная знаешь бывает вот как вот питал великая отечественную войну такая есть пусть ярость благородная вскипает вот она вскипала во мне каждый раз люди как так люди живут ну как так можно нельзя так делать нельзя я перестал вот я решил на себя вот все не буду и очень много интереса вызвал среди своих среди своего окружения о том как так что все ты почему а сейчас меня больше воспринимает уже как человека общественного о том что ну видно уже что пути назад у меня не будет да они понимают о том что я несу какую-то информацию какую-то идею и очень много людей от нее подпитываются запитывать кого-то я мотивирую не обязательно может быть какими-то лозунгами призывами к действию я сторонник того чтобы именно своим собственным примером показать и не разъяснить может быть какие-то моменты которые это сделал для меня лучше другие ученые фильмы и факты о которых я не знаю не догадываюсь а то как я эти факты воспринимаю свою жизнь адаптируют если у меня это получается у меня значит получится и у других я не повар не умею готовить но если у меня получается это делать значит и у других получится все дело в том что когда я снимал первый ролик там готовили Хумус называется. Я не знал, как готовить хумус. Я его в этом же ролике впервые в жизни не приготовил. Я посмотрел, как это делает другой человек. Я сделал его, и у меня получилось плохо. Я решил сделать палафель, он у меня в масле развалился. И рецепт этот неправильный. Кто видел, не делайте так, я сниму другой уже. Спустя там полтора года, я теперь знаю как. А тогда я не знал, но я сторонник того, чтобы начать все-таки делать. И методом проб и ошибок делать, ну, что-либо вообще делать, чем рассуждать, почему это сделать не смогу, или как будет сделать правильней, тратить упущенное время. Взялся, сделал, не получилось, сделай снова. По-другому никак. Еще такой вопрос. Вот в кулинарии ты, да, что тебя сподвигло заниматься именно кулинарией? Или ты вот любишь поварскую тему, или как вот? Что является основой того, чем ты занимаешься на YouTube, скажем так? Ну, просто так сошлось то, что я, в принципе, люблю готовить, ну, для себя, не для кого-то там, не на заказ, как повар и так далее. Люблю для себя готовить, для меня это немного такое медитативное занятие. Я погружаюсь в сам себя, делаю что-то, ищу. У меня просыпается идея, начинает работать голова о том, как, что, где совместить его, ну, вообще вот этих, вот такой. Это тоже какой-то, своего рода, творческий процесс. Он меня захватывает. Да, то есть кулинария, это твое, одним словом. Нет, кулинария, ну, да, почему нет? Это как, как, как одна грань из того, что, в принципе, мне нравится, и то, чем я занимаюсь. Ты знаешь, вот я, в принципе, о тебе и узнал, когда над женой стали YouTube обозревать. Разных блогеров, разные рецепты, и мы наткнулись вот на твой канал. Очень интересно, очень впечатлили моменты, где ты вот действительно преподносишь информацию достаточно четко. Понравилось, как ты преподносишь рецептуру, как ты рассказываешь об этом. Все вот как-то со вкусом и красиво. Спасибо, я старался. Отношение к спорту у тебя какое, в общем? В общем, мне очень хорошее. Я очень люблю игровые виды спорта. У меня второй взрослый разряд по баскетболу, но это же ерундовый. Второй... Ну, все равно. Второй, это на этой школе мы выиграли просто кого-то чемпионат. Ну, мы, я тебе скажу, всю школьную мою баскетбольную карьеру в селе Зудилово. Мы шли к тому, с пятого класса, шли к тому, чтобы в одиннадцатом классе стать чемпионами района. И это было в нашем мире, в нашем маленьком мирке, это было очень значимое событие. С пятого класса мы играли, и была такой одной единственной командой школы, которая шла. Все на протяжении вот школьных лет как-то занимались чем попало. Ну, там, то этим, то тем, то всем и так далее. Мы вот прям как были в одном классе все в баскетбол, так и шли. И когда мы в одиннадцатом классе уже выиграли чемпиона нашего района, там, Первомайского, это было, конечно, феерично. Впервые за 15 лет школа получила кубок за достижение в этом виде спорта. То есть, для меня это так связано. Сейчас мы еще с друзьями, там, с коллегами как-то собираемся, ну, и так же продолжаем играть здесь не так часто, но баскетбол я очень люблю. Мне нравится этот динамичный вид спорта. То есть, подвижные виды спорта, тебе они ближе, да, получается? Мне нравится именно командная работа, командная игра. Мне нравятся игры с мячом, где важно не только, не только твои, не знаю, какие-то физические данные, но и работа головой. Как ты распорядишься этим мячом, какую тактику и стратегию выберешь. Ну, для меня это очень, это интересно. Я, для меня очень сложно просто бегать. Для меня это борьба с собой, потому что я как-то бегал, занимался, там, в 6 утра вставал, бегал, отжимался, там, приседал, качал пресс. Для меня это каждый раз было мучительно. А баскетбол мне заниматься легко и в удовольствие. Слушай, вот как, интересно твое мнение, как, по-твоему, как быстро или, может быть, как медленно сейчас развивается индустрия, направленная на производство веганских продуктов, специализированных? Мое мнение сейчас достаточно быстро начинает развиваться, потому что буквально пару лет назад я пытался найти по веганству спортивные батончики, да, скажем так, какое-то питание спортивное, но именно веганское я не мог найти. Сейчас, в принципе, есть производители, которые достаточно качественную продукцию делают и по спортивному питанию, и, соответственно, питание, которое для обычного человека подходит, не занимающегося спортом. Ты к спортивному питанию как относишься? Положительно? Считаешь, что это нужно? Я считаю, что если человеку чего-то не хватает, то лучше, конечно, использовать какие-то БАДы или, скажем так, в нашей области веганское лучше что-то веганское, да, допустим, изолят соевого белка или рисового белка. Я, кстати, ел вот этот. Знаете, что я купил? Я купил шансун. Знаешь такой? Изоляцию белка. 20 килограммовый мешок я купил, нашел по дешевке на юге города, купил 20 килограмм мешка. И как ощущение? А вот 20 килограмм белка. Да никак, я съел 5-5, отдал другу, 10 килограмм у меня срок годности вышел, но это 20 килограмм. Его есть невозможно, он невкусный. И соевый белок, вообще соя, ее нежелательно много есть, потому что в ней содержится очень много женского гормона, эстрогена, поэтому мужчинам его нежелательно много есть вообще. Вот я слышал, что это тоже миф. Все это миф, мифы, их надо рушить, и рушить их нужно только одним способом, это нужно людям показывать, рассказывать, доносить. И именно поэтому мы сейчас с тобой и встретились. Я надеюсь, что найду в себе силы, время и обязательно сделаю так обстоятельства, под себя подстрою, что сам начну вот именно этот же миф тоже рушить. Начну также заниматься спортом и набирать массу. Мне было очень важно услышать, как ты относишься к спортивному питанию. Как считаешь, если я сейчас вот резко, вот если я сейчас на нуле, ну вот изредка играю в баскетбол и так далее, если я сейчас начну заниматься спортом, ходить в качалку, то есть там вот с нуля, грубо говоря, вот так вот до 100, мне понадобится принимать спортивное питание или еще можно будет находиться на том, что я сейчас сделаю? В данном случае, если у тебя есть жировая прослойка, я считаю, что тебе не стоит употреблять спортивное питание. Это связано с тем, что тебе нужно сжечь ту жировую массу, те кетоны, которые сейчас содержатся. Тело-то как реагирует на рост? Обычно оно берет питание извне, да, а в данном случае, если есть какие-то прослойки жировые, нам надо их сначала спалить, а потом набирать массу мышечную. Ну то есть через какое-то время придется восполнять? Да, через какое-то время, когда ты уже поймешь, что тебе стоит заняться более серьезно в сборте, тебе нужна будет подпитка какая-то извне, потому что очень много фруктов, очень много углеводов, белков ты не получишь из конкретного питания, потому что это надо тоннами съедать и фрукты, и овощи, и макароны те же, да, или что ты там будешь употреблять, неважно рис. С макаронами я справлюсь, не проблема. Меня часто спрашивают, ну типа, если ты не ешь мясо, что ты тогда ешь? О, там зелень одну, траву или еще что. Я очень мало ем овощей и зелени, настолько мало, что вот я, мне аж самому, наверное, как бы стыдно становится. Все вроде как говорят, что мы должны одну там зелень, травку есть, а я этого мало ем, надо побольше налегать на витаминчики. Да, надо будет тебе все-таки, да, если ты мало употребляешь, я люблю... Как-то у меня просто не тянется к этому, я не очень люблю. Вот у меня сейчас блендер появился, я начал смузи делать. Я видел, кстати, да. Я начал смузи делать, мне просто нравится готовить, знаешь, вот я теперь больше фруктов покупаю, туда больше бананов, там, облепихи, вишни, и вот что-то кисленькое, вкусненькое. Тут мне приятно, а просто огурец жевать как-то нет. Ну да, а я люблю делать, вот знаешь, запеканки из кабачков, баклажанов, вот, с помидорами, оно такое совершенно не получается. Запечь все это, да. Я тоже это люблю. Вот что-то такое, да, пожирнее, вот от этого и жирею. Знаешь, как бы, я не думаю, что ты от кабачков, которые ты там с маслом вообще где-то запек, там прям много витаминов получил. Все-таки это больше от свежих, наверное, продуктов. Больше от свежих, да. Сырые овощи. Такие-то и я, знаешь, ем каждый день там. Все зажарить, залить там маслом, чтобы пожирнее соль и специи. Это не проблема. Стараюсь как-то себя сдерживать там от кожаных изделий, качественно стараюсь кожу сам подбирать. Любопыт тоже, да. Кстати, да, я тоже иногда обламывает. Выберешь какую-то модель там, что-то тебе нравится, подходишь и говоришь, это, они говорят, это натуральная замша, такие довольные. А ты им говоришь, а нет у вас что-нибудь из ненатуральной замши, мне бы это подошло больше. Они, да нет, что вы обижаются, у нас только натуральная замша. У нас, знаете, вот здесь вот все кожа, вот здесь вот все замша, а вот заменитель кожи там, это где-то вот там. Идешь такой обиженный, типа туда от меня послали и убираешь себе заменитель кожи. Но уже приходишь такой довольный, если что-то нашел, а если не нашел, ну что поделать. Приходится так. Но это пока. Я, короче, когда был в Берлине, у них там целый магазин есть. Ну не только, наверное, в Берлине, есть такой бренд Vegetarian Shoes. Я слышал. Но он очень дорогой, и на самом деле модели мне не очень нравятся. Так что, ребята, начните кто-нибудь уже поднимать эту обувную веганскую промышленность в России и СНГ. Да. Одежду шейте, обувь, ниша эта не развита. Вот я так бы хотел покупать и носить эти вещи все красивые, стильные, модные, но при этом этичные. Абсолютно поддерживаем. Да? Да. Нам надо, нам носить нечего, ребята. Голый ходим. Пора уже, займитесь кто-нибудь. Веганство с колен надо поднимать. Ну что, ребята, мы даже, наверное, пусть это получилось и длинное видео получится, но даже и половину о том, о чем мы с Женей общались, вы не услышите, не увидите. Потому что рука уже устала у меня держать эту бандуру. Надо начать идти качаться, следовать Жениновому примеру. Я надеюсь, вам всем понравилось. Если есть кто из Пятигорска, с Кавказа, обязательно ставьте лайки, отпишитесь в комментариях, кто там, кто у нас там есть. Вот дребезжал как-то. Женя только начинает вести свой блог, у него очень есть интересные видео. Ссылка на него, естественно, будет в описании. Переходите, обязательно подписывайтесь. Если у вас есть что ему сказать, можете оставлять комментарии, как у него на канале, так и здесь в комментариях под этим видео. Если у тебя есть что-то сказать, передать привет, может быть, или какие-то слова, подписчикам можешь сказать сейчас. Да, друзья, всем еще раз привет. Всем, кто на веганстве, советую дальше держаться этого пути, потому что это правильно. Всем, кто не на веганстве и просто смотрит этот канал в качестве ознакомления, рекомендую чаще изучать эту тему, это интересно. Это действительно познавательно, это нужно нам всем, потому что мы то, что мы едим. Соответственно, вы станете здоровее, перейдя на веганство. Я согласен. Спасибо тебе большое, что приехал, вытащил меня на такую прогулку. Спасибо, Миша. Друзья, подписывайтесь на Михаила Вегана. Всем привет. Всем пока. Спасибо. Ну и до новых встреч. Тысяча лайков с каждого из вас. Пока-пока. Пока. То есть нормально, в принципе. Масса хорошо набирается и на веганстве. И еcole. Пока-пока. Ничего сливков. ruining… Мы большого сука. Отлично… Уни-하는 налево. Велик. Арtakingция из зла. Посовертро-